Устройство объявляется на двух серверах, связываются драйвера двух серверов код TCPIP и получается такой режим работы. Если программа запрашивает ядро об операции записи, то ядро транслирует это в драйвер ДРБД и ядро получит ответ о том, что все записано только после того, как ответ придет с этого устройства, что данные были тоже приняты. Получается абсолютная гарантия для программы того, что она записала на один диск, появилась и на втором. Получается масса интересных возможностей. Задержка фактически равна задержке TCP, но там получается такая интересная история. Если мы будем рассматривать дисковую систему, то у нее есть два параметра производительности. Это линейная скорость и IOPSE. IOPSE – количество операций ввода-вывода в секунду. Если мы не будем брать SSD-диски, возьмем даже SAS, то мы получим, что один диск выдает в пределе 200 операций в секунду. Даже если мы собираем достаточно мощный рейд по… Вернемся к этому. Здесь кэш ни при чем. Если мы собираем, я хотел сказать, достаточно даже мощный рейд, то вот этот канал не будет, как правило, держать производительность. Потому что большинство проблем производительности упираются в операции ввода-вывода, а не в линейную скорость. Можно делать бондинг на более старших серверах, мы это предлагаем делать. Можно ставить 10 гигабит, доктику и так далее, естественно. С чего вводить задержку будет уменьшать? Вводим задержку уменьшать не будет, но задержка TCP достаточно адекватна для того, чтобы… Большинство приложений не требует версии, поэтому при отсутствии какой-то серьезной репликации, оно не будет открываться в принципе. Какие-то тысячи смогут производить? Две линейные? Будет. Две тысячи будет, но это, во-первых, будет все равно на линейной, у вас все равно все столпится здесь в очередь, попытается записаться сюда, в какой-то момент вы упретесь. Мы всегда учим на самом деле. Если мы один из конференций, то у нас примерно в один и тот же те же группы сюда завязываются. Не кажучи, спрашивайте. То есть, законно рекомендации, у нас на каждой операции будет на свои конкретные условия? Будет, но при этом вы получаете… Если вы готовы с этим мириться, скажем так, сколько… Ну вот, если мы возьмем там спектр задач, то мы обнаружим, что где-то 80% из этого спектра, скажем так, не будет критично относиться к таким операциям и сможет подождать. Будет там 10-20% задач сложных, при которых это будет критично и нужно будет решать. Но ваш приз за построение этой схемы – это надежность. То есть, отказавшись от репликации, вы можете получить больше производительность, но вы не получите этого качества надежности. В данном случае мы говорим именно о кластере, который обеспечивает в первую очередь надежность и позволяет решить эту проблему. Собственно говоря, в программе оказывается за счет синхронной репликации все равно где работать. Она может быть перенесена на другой сервер и в целом за счет синхронности никаких потерь не произойдет. Естественно, если мы к этому не добавим виртуализацию, то решение будет накладное. Если там в компании 10 серверов без виртуализации и каждому делать такой дублирующий сервер, то будет очень большая и серверная, дорогая и немножко нестолковая. Решение виртуализации позволяет компактно разместить много виртуальных машин примерно в такой структуре на двух серверах. Получается вдобавок одно интересное качество, опять же интересное для системного администратора в хозяйстве, заключающееся в том, что системному администратору не нужно заботиться отдельно о создании резервных серверов. То есть, грубо говоря, вы объявляете виртуальную машину как задублированную и с этого момента, ну с момента, как у вас пройдет синхронизация начальной дисков, у вас появляется автоматический резервный сервер. Причем он появляется в виде абсолютно точной копии. Вам не нужно заботиться о том, чтобы у него подменялись эти адреса, чтобы у него работали, синхронизировались данные, цели, переносились какие-то скрипты и так далее. Это абсолютно точная копия, которая может быть запущена на любом из этих серверов. У нас может быть некосистентная такая ситуация, очень неприятная, когда у нас данные поломаются, если мы вот так, если первый сервер попадет, да? Нет, не может. Но если мы возьмем базу данных, там класс Oracle, который, пардон, не лицензирован для этой штуки, хотя мы его иногда гоняем. То есть системы, которые пишут transaction log, да? То там происходит что? Там сперва происходит запись в transaction log, и он падает одновременно сюда и сюда. Сюда идет ответ, что запись прошла, и идет модификация базы данных. Если на блоке, если блоки базы данных не были записаны, что здесь, что здесь, то система, стартуя на резервном сервере по transaction log, восстанавливает, она вот система change number отслеживает и догоняет transaction log в состояние файла базы данных. За счет, как раз здесь играет синхронность, есть похожее решение у Hyper-V, Hyper-V-реплика. Там немножечко по-другому реализовано, и вот там у них есть вроде как такие, такого рода проблемы. То есть на уровне базы данных, да, там могут быть проблемы с кэшами, потому что они как бы разные и так далее. Но в целом эта ситуация, вот ситуация с того, что здесь оказались одни данные, а здесь другие, для базы данных она исключается в данной системе. А если ли это то, что в памяти данные теряются? Ну, в памяти данные теряются, то есть если вы подойдете и как бы выстрелите в сервер, данные потеряются, да. То есть, а если реплика, ну, вторая копия упадет, ну, что-то случилось, да? Да. Система остановится, да, будет, я не могу писать, потому что некуда писать. Нет. Значит, здесь возможны две ситуации. Значит, если эта система останавливается, будет нештатно. Будет небольшой тайм-аут, там, миллисекунда, и эта система поедет дальше, будет ругань в журналы, по почте и так далее о том, что пластер развалился. Да. Что происходит здесь? Здесь вот этот том, да, он состоит из двух частей. Он состоит из, собственно, тома с данными, да, и битмапа. Битмап, в нем каждый бит битмапового тома соответствует блоку, который может быть записан. И если вот этот сервер был отключен некоторое время, был рассинхронизирован, потом он включается, происходит, что слой DRPZ сравнивает битмаповые карты и догоняет с живого сервера на вновь появившийся те блоки, которые были изменены за время их работы. Соответственно, здесь не накапливается безумного журнала, да, записи, потому что если один блок перезаписывается несколько раз, да, то нам, ну, достаточно знать, что это был за блок и перенести сюда только его последнее состояние. По факту, даже в очень загруженных системах, там, с восьмью САСовскими дисками, которые постоянно находятся под дверской нагрузкой, синхронизация, там, дневной работы происходит, там, за несколько минут. Если вот мы отключили его, там, на полчаса, потом снова включили, то практически они у нас встают в син до того, как мы успели посмотреть диагностику. А тогда почему предпочтение, ну, то есть, просто это чисто интуитивно взято, что синхронизировать, то есть штатный режим работы, мы сначала получаем гарантию, что копия сохранилась, а потом это просто вот так, предпочтение. В этом случае мы получаем, сейчас мы к этому перейдем, в этом случае мы получаем, с одной стороны, гарантию как раз работы в приложении типа баз данных, да, мы получаем абсолютную гарантию того, что эти системы одинаковые 100%. Второй момент, это нам позволяет делать то, что делают на больших системах Enterprise-класса с дисковой полкой. Одна дисковая полка и два сервера без дисков, которые отключены к одному дисковому тому, да, и виртуальная машина здесь сперва работает с тем дисковым томом, да, потом мы можем провести живую миграцию, мы можем сказать Xenu там или BMW, смигрируй, пожалуйста, вот сюда. И она может без остановки виртуальной машины скопировать ее память, синхронизировать память и переключить работу с дисковой полкой, с общей, с этой машиной на эту. В таких системах, да, у нас получается как бы единая точка отказа, это дисковая полка, да, но за счет этого мы получаем вот такие интересные, такую интересную возможность. И мы получаем возможность строить как бы большую ферму, когда есть один дисковый массив, да, и много серверов, исполняющих приложения. В данном случае мы можем, вот в нашей конструкции, мы можем частично это воспроизвести этот же функционал, а именно мы можем за счет того, что здесь абсолютно синхронизированные данные, и производить также живую миграцию. То есть вы, имея такой кластер, вы можете просто, да, в специальную команду, перегнать там одну или несколько виртуальных машин на второй узел без их остановки. Тут есть, тем не менее, ряд технических возможностей. Проблем. На самом деле, если погуглить на слова Xen плюс DRBD, можно найти несколько интересных хаффтов, которые рассказывают о том, как это можно построить своими руками. Те, кто это делал, в принципе, знают, что результат как бы очень достойный, но это боль, потому что, чтобы подготовить виртуальную машину, вам нужно разметить том, создать для него на двух, как бы, на двух серверах, создать для него DRBD пару на двух серверах, экспортировать ее в виртуальную машину, все заведется, да. Когда у вас там две виртуальных машины, это хорошо, вы сделали это два раза, и все здорово. Когда у вас в управлении там десяток, и они то появляются, то исчезают, то эта, в общем, ситуация начинает, мягко говоря, доставать. Второй момент — это вы можете также руками делать живую миграцию. Но она связана с манипуляциями направления синхронизации, с отменой ограничений и предоставлением виртуалкам возможность на запись на два диска, на два тома одновременно. Если промахнуться, получите разваленную файловую систему. Хотя, если не промахнетесь, то да, виртуалка переезжает, все очень круто и красиво. Третье приключение здесь такое — это если вы, например, захотели расширить дисковый тон, сделать его побольше. Опять же, вам нужно в определенную строку последовательности продернуть весь дисковый слой на обоих машинах, а если вы не ошибетесь, все расширится без остановки системы. Если ошибетесь, то, опять же, БКП вас спасет. Есть система, которая позволяет этот процесс автоматизировать. Ребята из Гугла написали систему Ганити, которая позволяет управлять виртуализацией именно в связке с ДРБД. Единственная, в принципе, система, которая это делает. И они поддерживают простое проведение процедур создания машин, миграции, переноса машин, перенос резервного инстанция виртуальной машины на другой аппаратный узел и так далее. И вот, в частности, операции расширения диска или операции миграции делаются в них предельно просто. Вы говорите, что хотите, куда хотите, и она все сама делает, выводит вам на экран результат. Вот, Владимир это покажет чуть позже. Извините, у вас есть только представительный вопрос, с кем лично сталкивался. Когда ДРБД использовался несколько лет назад, там нет такого, что вы говорите, чтобы быстро рисовать. Там можно только дискарта сделать, заново все налить. Нет, нет. Сейчас все уже года 4, наверное, а то и побольше, наверное. Именно преимущество ДРБД в том, что вот этого нет. То есть если вы просто разорвали реплику и потом снова ее объединили, то именно происходит синхронизация битмапом. Можно будет подойти у нас, посмотреть. У нас вот там в уголке как раз собран кластер. И в принципе, в принципе, гоните хороша. Вы можете поставить там Дебиан, сказать, что ты где-то стал гоните, взять два узла, объединить, и в общем-то оно поедет. Вы получите вот такой функционал. Но опять же есть ряд нюансов. Ряд нюансов заключается, во-первых, в том, что и без того немаленькому слою виртуализации добавляется еще ДРБД. И в целом, чтобы из игрушки получить систему, которая реально может работать в продакшене под большой нагрузкой, систему нужно настраивать. Систему, опять же, можно настроить один раз, когда у вас один кластер. Когда у вас достаточно большое количество узлов, вам нужно в разных местах системы, в таймингах, в параметрах драйверов и так далее, трогать разные вещи и делать это желательно одинаково. чтобы, собственно говоря, вот скидать, какая инфраструктура родилась именно на идее того, чтобы сделать дистрибутив, который бы, с одной стороны, решал задачу быстрой установки узла, потому что стандартный дистрибутив слишком много спрашивает того, что, в общем-то, не нужно для узла. С другой стороны, решить вопрос воспроизводимости вот этих вот настроек на каждом узле и решить вопрос того, что после того, как вы поднимаете систему виртуализации и репликации, этим ваши задачи не ограничиваются. Вам нужны еще сетевые сервисы, вам нужны, как правило, прокси-репозитории для наката виртуальных машин и так далее. И, собственно, дистрибутив был собран именно как программное обеспечение, которое, собственно, решает вот эту задачу. И сейчас он содержит где-то более ста виков по производительности, надежности и решению нюансов, именно связанных с надежностью. Ну и вот в результате его внедрения получается, что, с одной стороны, вы не застрахованы от того, что все упадет, но где-то за минут за десять все это можно восстановить обратно в рабочее состояние. Вы можете работать с китайскими писюками, и при этом у вас будет надежность все равно выше, чем у вас, если бы у вас был один хороший, красивый, настоящий сервер. Если системный администратор приходящий, то для него это, опять же, вариант легкой жизни. Система, опять же, масштабируется. В систему можно добавлять узлы, их может быть даже нечетное количество. То есть вы, создавая виртуальную машину, всегда выбираете, на какой будет primary узел, на каком узле будет, точнее, primary instance, на котором резервный. Опять же, облегчается миграция на более сильное железо. Но в нашей практике несколько случаев, когда клиенты вырастали и докупали себе еще два более мощных сервера. Соответственно, в принципе, прямо в рабочий день мы их перетаскивали на новое железо, и никто ничего не замечал. Ну, собственно говоря, наверное, я с вопросом. Я с троп-проектом. Вопрос, прямо главный. То, что вы рассказали, это интересно и хорошее решение. Но я уже давно работаю с такой вещью, и многим ее оставил, называется пандеми направления Proxmox. Оно имеет ровно то, что вы сказали. Можете сказать ваше преимущество или ее преимущество как-то сравнить? Знаете такое? Она очень известная. Знаете, я слышал, но не это самое. Дело не имел. Просто вот есть две такие вещи. Для больших пандемстеков, для маленьких, это Proxmox. Виртуализация. А вы сразу DRBD умеете? Виртуализация. Да, она умеет DRBD. Она умеет live-миграться на DRBD. Она еще умеет контейнер. Да, она умеет еще разобрать. Так не скажу, но не пробовали. Про это могу сказать, что оно работает в промышленном варианте. Если Xen поднимать виртуализацию, нужно две машины, чтобы поднять. Виртуализацию или репликацию надежности? Нет, чтобы и виртуализацию поднять. Нет, одна. Xen нормально запускается на одной машине. Единственная проблема, что если у вас… Управление. Что? Управление. Для управления можно использовать то же самое. То есть вы на ней же управляете, на ней же у вас гипервизор. Нет, раньше так было давно. Ну, мы про Xen сервер или про Xen? Наверное, про Xen сервер. А, ну, здесь, да, здесь дебиан, на котором вводим Xen. Это не Xen сервер. У меня два вопроса. Во-первых, он синхронизирует настройки домена его? И какие? Он настройки нулевого домена синхронизирует управление GANETI. То есть до, по-моему, трех или четырех узлов первых назначаются как мастер-кандидаты в этой системе, автоматической системе GANETI. То есть каждый из них может принять на себя роль управления кластером. И для выполнения вот этой цели у них синхронизируются настройки GANETI. И есть, ну, чек-скрипт ганетичный, встроенный, который будет ругаться, если обнаружат на таких узлах разные интерфейсы, разные дисковые томали, совпадающие. То есть, в принципе, вы сразу же знаете, чего не перенесли, для того, чтобы у вас все сработало. Правильно, нет фильтра, он будет сможет изменить? Нет, фильтра, по-моему, нет. Второй вопрос, что хотелось бы задать. Собственно, при падении 2-3 системы, там есть вотчер, который смотрит раз в 5 минут по умолчанию, который будет пытаться несколько раз поднять и его поднимет, либо откажется от этого дела. Да. 8-3-5, по-моему, сейчас используется, что скажем. Если больше 2-х нот, DRBD все равно делается на, ну, вот между... То есть у вас под виртуальную машину вашу, да, например, делается том на одной из нот и том на второй. Если у вас больше нот, они не задействованы. И вот эти два тома сферимизируются, да? 8-3-5, а сэм какой-то. Смотрите, смотрите, смотрите. На мастере произошел, ну, допустим, дитя памяти. И произошло подтверждение данных. Я правильно понимаю, что благодаря DRBD мы получаем синхронизацию подтверждение данных на слой? Да. Здесь, к сожалению, это как и БК-бустос отлично. Второй вопрос. Допустим, если у нас с мастерем происходит линейная запись, вопрос, что достаточно, в данном случае, мы получаем достаточно канал синхронизации, и мы не упираемся в диск. Я правильно понимаю, что, например, если на мастере у нас, ну, например, там, есть 400 гигабайт оперативы, да, и мы выкрутили эти лимиты, как там выбрасываем память, где он сохранился на диск, и у нас происходит индийная запись, например, в 4-5-10 гигабайт раз на диск. На самом деле, если вы, я понял вопрос, если вы так выкрутите лимиты, то вы получите в системе виртуализации очень плохие результаты по конкуренции, у вас одни виртуалки будут тормозить другие. Поэтому здесь как раз лимиты выкручены так, чтобы этого не происходило. Но, действительно, при большой линейной записи система упрется в канал. Если вы, например, используете 1 гигабайт интерлинг, то вы к нему выкручете. Я только его иду. Я на конца понял, в чем был ваш клар? Наш клар, да. Вы взяли канетик, взяли DRBD, взяли линус. Все правильно. Мы взяли канетик, взяли DRBD, взяли линус, и сделали так, что вы можете воткнуть седюк или флешку в голый сервер, и через 15 минут получить готовый узел, настроенный полностью под виртуализацию. Я и так могу. И вы готовы будете его через 15 минут запустить в продакшен, он не будет падать? Я на ящике никак готов свой использовать. Ормите его. Что вы продаете? Что вы продаете на рынок? На самом деле здесь мы не продаем ничего. Мы здесь предлагаем попробовать. Когда мы это продаем, то есть, когда мы приходим к клиентам и это продаем, мы продаем то, что у них будет работать надежность, и если вы будете, ну, к примеру, это делать серией на большое количество клиентов, то вы будете вынуждены сделать что-то типа того, что сделали мы. То есть, дистрибутив, который автоматически делает телодвижение, но в общей сумме, там, дня на два, на три вашей работы. Хорошо, есть АИС с кикстартом и готовим еще прицепленные. Я извлекаю вас. Нет, на один, через 15 минут у меня есть даже красивый вопрос. Сейчас вы отличаетесь от существующих решений. В чем ваш резюме? Мы отличаемся тем, что мы это продаем, ставим и это работает. Это не потенциальная возможность, это готовое решение. Если мы говорим о коммерческих отношениях, то доступна наша служба поддержки инженеры, которые готовы удаленно это сделать, либо выехать в зависимости от того. Я сам находил телоподиж, конечно, с кикстаром не читал, но в общем, не время реакции, и сколько я провисил на телефоне, хотя бы... Сказарный? Я отвечаю. Ну да, да, да. Ну, по состоянию на сейчас вы провисите, сколько провисят. Но в течение минуты 15, да, нас можно всегда достать. Если еще решить проблему, да, если она... Это еще вы... Опять же, здесь зависит от того, как... Где установлена система, да. То есть, если система установлена, и там нету своего админа, да, то 15 минут и даже полчаса, это, ну, скажем так, нормальный консенсус для оказания подобной помощи, потому что без надежности они получат гораздо хуже. Если есть свой админ, да, то мы предпочитаем проводить обучение, и большинство задач решаются на месте абсолютно без нас. Мы подключаемся в этом случае, когда есть какие-то непонятные вещи. Я вот делаю, но не работает, да. Такие операции, как фейлавер, как обслуживание, создание машины, все прочее, это можно делать без нас, там нету никаких скрытых знаний. Я этого не хочу. Если мы говорим о коммерческих отношениях, соответственно, первый вопрос, а есть вариант не коммерческих отношений? Предположим, можно просто скачать накатитель без поддержки на нем ехать? Это первый вопрос. И второй вопрос, если, собственно, основная пушка это система раскрытки и управления, то может быть, можно вот эту виртуальную плечку распустить на интуалке и показать, как система разворачивается, как это управляет? Давайте я немножечко скажу о коммерческой стороне вопроса и не коммерческой. На самом деле здесь стоит кластер, можно посмотреть. Второй, что касается лицензирования. Система выпускается в двух лицензиях. Она доступна на гитхабе. Она лицензирована по JPL2 и более того, ну об этом скажет вот Владислав как раз. Вы можете по JPL лицензии ее поставить для любых применений, на любых узлах, на любом количестве. Единственное, чего вы не получите, это наши официальные сервис-партнеры не смогут оказать вам поддержку, пока вы не купите коммерческую лицензию. Но здесь все по-честному. Энтузиазм есть энтузиазм, бизнес есть бизнес. То есть, второй момент, если вы покупаете бизнес-лицензию, то она поставляется вместе с нашим внедрением. Стоит она по 10 тысяч рублей на один узел без учета его мощности. Внедрение отдельно, естественно. Вот, вы получаете систему под ключ, и вы получаете соответственно возможность заключить контракт на платную поддержку. Вот такая модель. На самом деле мы принесли, как раз мы подготовили подарок. Это каждый, кто заполнит анкету, получит в подарок дистрибутив нашей системы. Кроме того, будет еще вопрос. Еще вопросы? Где меня? Визи сейчас. Сегодня джейси. На самом деле система довольно плотно интегрирована с Debian. Вы получаете, когда ее ставите, не только собственно, вот, бластер, да, вы получаете всю инфраструктуру для развертывания Debian виртуалов. Владимир, я не знаю, что это расскажет. Показано создание виртуальной машины. Мы подключаемся, да, вот, мы вошли на узел, который здесь находится. И, погоди, не стреляй. Собственно говоря, создание машины заключается, в общем-то, в банальном указании для нее всех ее параметров, которые вам нужны. Не указания тех, которые не нужны. Мы, соответственно, говорим, что она будет зарезервирована между узлами BNT1 и BNT2. Ну, это доменные имена, будет с Debian пакетом по умолчанию. Два гигабайта подключена к LAN-сети. Опять же, это вот одна из фишек нашего дистрибутива. Уже продумана сетевая топология, которая предлагается и которая настроена уже в пиджах и во всем остальном. 256 памяти без проверки доменного имени, потому что сейчас она получит его по... она получит адрес по DHCP. И он пропишется в DNS. Вы имеете в виду, что вы имеете в виду, что вы имеете в виду? Но если вы строите вот такую систему с виртуализацией, там будет некоторое количество виртуалок, они будут обычно смотреть там в WAN, в WAN, в DMZ и так далее. Вот здесь уже как бы предсозданы вот эти сущности, между ними налажено взаимодействие, существует... Ну да, у вас уже заранее создана управляющая машинка внутри кластера, которая, соответственно, разруливает вам DHCP туда, DNS и все прочее. Это мелочи, но это рукоделие. Это вот рукоделие каждый раз достает. Резервирование, собственно, на втором узле будет создан диск такого же размера, между ними будет налажено ДРПД. И комитет будет помнить, что на втором узле должно хватать виртуальной памяти, не выделенной, на случай, если потребуется миграция этой машины. Собственно, да, вот она создает диски, она создала в WAN диске, сейчас она вот ждет, пока они засинкуются изначально по ДРПД, после чего они встанут и пойдет накат дебут-стропа. Можно соединить гигабитом, можно кроме афонинга, если много денег, то десятки. Десятки, хватит. Вот поехал дебут-строп, и там куча гонетишных с рифтов, ну и там подрифтованных нами, которые из нее сделают человека. Вот уже поставилось. Уже сделали. А, нет, еще делают. Сейчас, если успеем, посмотрим. Вот тест 3 она дала, это значит, что она поднялась, получила по ДРПД адрес, и сейчас мы видим в демон-блоге идет накат папетом автонастройки машины. Почему папет? Папет не важно. Он работает как-то. Мы умеем папет. Из плюсов, да, ну то есть, папет как папет, написан на некоторое количество рецептов, которые позволяют давать машинам разные роли, и управляется это вот одним папетом. Папет отработал, готово там сразу апп, это нестерно, просто образ идеологии. Нет, ну, конечно, можно с шефом, можно еще там, крест пойми чем. Вот мы умеем папет. Мы делаем папет, и он все готовит. Да, он работает. Да, он работает. Что? Да, и помимо, сейчас немножко покажу само содержимое, что у нас там в папете есть. Видимо, нет, да, конечно, нет. Он не работал с ременью. Вот он ставит локальность. Когда писали типлейки, стоящего не было. Ну вот, то есть у нас там, вот, что сейчас происходит при накате каждой. У нас настраивается source list, сразу добавляются локальные пользователи, которых там не хватает изначально. какие-то мелкие фиксы, там, банально, там, Vim вместо VI, а что я люблю, и так далее. ZSSH для меня, да. таймзона, локаль, время, почта и, в общем-то, фиксы. А это, раз, не влезлил с верхними дебют страпу и все? Не очень удобно. Так как у нас есть еще и папет, то множество, множество вещей переложено на папет. Дебют страпом можно большинство из этого нарулить. Но папет, он предоставляет определенную гибкость. То есть, да, здесь ставим, здесь не ставим. Вот в этом файлике можно все указать. Вот если посмотреть ниже, для управляющей виртуалки настраивается готовый DNS сервер, готовый DHCP сервер, ключи формируются. Дебют страпом это можно сделать, но не шибко удобно. Апрок ставится, опять же, с которого потом кормятся все остальные виртуалки. Да, Дмитрий, мне апрокс нравится. То есть, виртуалка ски, она входит в состав решения. Ну, это первая виртуалка, которая автоматически ставится при установке кластера. Главное, у папи-то есть вактор. Он умеет собирать информацию от хоста, который он настраивает. Вот, например, DNS он настраивает, он собирает информацию о топологии кластера, то есть, какие ноты в нем есть, какие есть, он всех добавляет в DNS. Он добавляет DNS в сервисную машинку, все ноты там. Если у них несколько интерфейсов, добавляет несколько интерфейсов. Вот, это все за счет того, что там есть фактор. Помимо, собственно, Debian и Linux, можно гонять винду, можно гонять солярку. Ну и все остальные шоксет поддерживает. Я же куда-то, чем направить? Что? Чем вы направите винду изнутри? А, винду изнутри? Ну, собственно, начальный доступ по ВНЦ, а дальше по закону военного времени. То есть, винду изнутри, ну, в GTL-PVL поставить надо будет, и там по мануалу несколько твиков сделать, чтобы и все работало. Ну, граничные условия, это такая как бы эмпирика, все зависит. Вот у нас недавно, вот еще в конце года, на системе с ксионами 1,6-ядерный Xeon 8 или 6 этих саташек. Нет, Xeon E3, 4 ядра, 32 гигабайта памяти, больше туда не влетает, и 6 саташек. На этом у нас работал банк 200 человек. Сейчас они купили просто два лукла помощнее, вдобавок к тем. Там стоял, это не терминал на 200 человек, но там стоял Oracle, там стояла банковская система, у банков больше 20 офисов по городу работало. Там стоял домен, почтарь, АТС, Астер. И все, собственно, остальное. То есть там больше 20 виртуалов было, из них там несколько штук виндовок, остальное линукса. Работало. Работало. Мы умеем банк? Нет, просто у нас банковская система, учетное ядро выросло, и мы поставили еще два узла побольше. Ну так, сильно побольше. Чтобы им было привольно спасать данные. Как при этом банк прошел сертификацию? Какую? Какую? Мы просто... Вот, я, Владислав, мы банковские автоматизаторы. Поэтому давайте предмет. Вся DSS не это самое, а... Расскажите, про работу профессиональных данных, как вы прошли? Персональные, да? Виртуалка, как вы? Она поясняет. Учитывая, что понятие виртуалки там немножко недетерминировано. Лицензию профессиональных данных не имеет? У банков там есть маленькое исключение, которое пролоббировал Центробанк. В этом плане. Банк данные, которые вы даете, как заключая договор, вкладчиками являются персональные. А вот эту программу у вас поддерживает призывы лицензии? Так это вопрос банковской системы. Это не вопрос к... Вы же не сертифицируете сервер, например, на котором у вас вопрос стоит. Дело в том, что законы профессиональных данных регламентируют информационные системы. А информационной системой в данном моменте не является кластер, а является софт. Нет, каждый софт обязан иметь сертификацию. Да, он имеет сертификацию. Это просто не... Использование операционной системы здесь как-то не регламентируется. Windows тоже не имеет сертификата. Сертификат дается для каждой конкретной сборки определенного программного обеспечения. Если мы говорим про персональные данные, то здесь речь идет про информационные системы. То есть там АБС, например, или там работа с кадровой службой, или еще с чем-то. Вот эти системы, эти программы, они регламентируют использование определенных СУБД, которые обладают этим сертификатом. И здесь как-то все в порядке. Windows купленная с рынка не специфицирована. Ее и не надо. Ну, сейчас ты ей не купишь, илью. Она... Она... Возьми нахуй ей не купишь. Смысла нет. Ну, дистрибьютор. Здесь, если просто купить Windows, она не будет. Послушайте, пластер это уровень операционной системы. А уровень операционной системы не под пластикой. Так или иначе, те же банкоматы используют обычные Windows-машины внутри. Туковые, старые и так далее, которые вовсе никем не сертифицированы, поставлены с обычного зверь-сети в 1907-м году. Мы просто, что надо свой виду сертифицировать, они там есть. Не были же сертифицированы, но это вопрос отдельного металлополитичный. Здесь вопрос, как бы вот еще, ну как бы мы уходим в сферу законодательства, да. Закон можно почитать так, можно почитать эдак. И, ну, скажем так, когда начинаются сложности с прямым исполнением закона, да, умные люди, юлисты, да, они начинают его читать правильно. И перестают делать все то, что там было предписано, потому что оно там не предписано. Мне более интересно, веб-интерфейс покажешься? Веб-интерфейс мы предлагаем настойчиво, но никто еще у нас не взял, поэтому мы его не покажем. Система управления четырьмя командами. Смысла в веб-интерфейсе, да. Скажите тогда такой вопрос. Чем отличается бесплатный КВМ от вашего? У нас тоже бесплатный. У нас и функциональный. Нет, вы предлагаете бизнес-версию. Мы предлагаем услуги. Если бы мы предложили вам услуги по поддержке КВМ, это был бы бизнес-версия КВМ. То есть мы же вам предлагаем, собственно, вот дистрибутив, хуже, БЛ, лицензии. И то же самое КВМ получить. Чего? И то же самое КВМ. Мы видели большое количество продакшен-решений на Ксене. И, честно сказать, не видели на КВМ. Думаю, что они есть. Я пользуюсь КВМом. ДРПД – это не самый хороший способ гонять орган. Он имеет одно единственное преимущество, если вам нужно по-быстрому развернуть орган и вы готовы пойти на сделку с совестью и не делать стильбай сервера даже, то вы вот просто так вот создали, ноготили и хобби убежали. И оно будет, то есть оно будет рефицироваться, оно будет филавериться, все будет работать. Но это не хороший способ. Ну, в общем-то, давайте мы займем еще буквально пару минут, покажем миграцию живую. И на этом мы, наверное, закончим официальную часть. Мне нужно окошко еще одно. Я в маке не слен. А еще здесь центр маленький, у меня постоянно боль. Мак – это боль. Мак – это болезнь. Лендарь, это вообще боль, боль. Мак – это тамJIN. Нормальная сторона, нормальная сторона. Я пока скажу, пока идет проверка. Вот у нас сидит виртуалка, тест 3. Она сидит сейчас на одной ноне. Мы сейчас ее будем мигрировать. Сначала мигрировать. Оно отмигрировало. Пакеты есть потерянные, пакетов нет. Если бы мы могли сесть на компьютер, я бы вам показал получше. Можно запустить какую-нибудь операцию. Из простого. Миграция живая. Виртуалка сколько весит? У меня 256 мегабайт памяти, так что синг прошел за несколько секунд. Когда мигрируешь 90 гигабайт, ну да, ждешь. 100-200 гигабайт. Да, ждешь, ждешь. В принципе, дожидаешься. Она потом отщелкивает, приедет дальше. Просто дольше. Опять же, зависит еще от канала. Ведь память, она синглится быстро. И с нас десятками, как серверами. Не долго. Можно по меди, если хочешь. Такой большой. Финировый. А, так это при том, что по Wi-Fi. Wi-Fi давно. Так, а теперь мы будем... Может, так повыкнуть? Может быть... А теперь мы будем отрубать ноду, на которой она сидит. Это виртуалка. Вот, обратите внимание. У нас все сидят на первой ноде. Это виртуалка на второй. Спасибо. Мы ее снова начинаем пинговать. Пойдем на другую ноду. Не, он правильно спил. Надо топорно сказать. Давай так назовем. Не забыли топор. У кого-нибудь есть топор? А теперь мы ее поднимаем. Нода умерла. Виртуалка тоже умерла. Теперь мы ее оживим. А что? А как вы связываете с Wi-Fi и внутреннюю сердце с большим количеством времени пинга? Нода умерла. Нода умерла. Мы ее переводим в оффлайн. Ждем. Какая фильтрация? А где? Майнбург. Здесь все журналы. Майнбург. Майнбург. Где все журналы? Майнбург. Здесь все журналы. Майнбург. Правильно. Он же ее ищет. Он же еще не знает, что она умерла. Он понял, что не удалось с ним соединиться. Перевел ее в оффлайн. Теперь мы говорим, что все инстинсы с этой ноды нафиг запустить на другой. Она ругается, что как мы смеем. Но тем не менее... А она пошла теперь? Да. Там просто надо было? Нет. Вот. Тем не менее, оно поднялось. Занимает, в общем-то, несколько минут. Даже если все, блядь, богорело. Я в консерфейсе не буду. Нефаксуально. Да. Как раз наоборот сексуально. Я больше девушек люблю, честно. А для тех, кто любит консерфейс, у нас есть консерфейс. Мы даже сами. Трихон. Я больше не знаю, что это не море, но. Я больше не хочу. Советский. То, что я наоборот сексуально не знаю. Как я наоборот сексуально. Охот.